Привет, друзья! С вами Макс. И сегодня мы будем учить русский язык и гулять по городу Краснодару. Погнали! Мы начинаем нашу прогулку вот с такого места, с такого красивого храма. Начинается наша прогулка по городу Краснодару. И я, друзья, сегодня хочу вам показать центр этого города. Мы погуляем по центру Краснодара. Вот, кстати, смотрите, здесь находится университет кооперации. А вот это, видимо, все студенты. Студенты университета вышли на перекур. Вышли на перекур, то есть вышли покурить. Да, курение это плохо, друзья. Знайте это. Так вот, сегодня мы будем гулять по Краснодару. И я вам расскажу свое первое впечатление об этом городе. Что я думаю, что мне нравится, что мне не нравится. Ну и вы сами увидите, как выглядит этот город. Как выглядят здесь дома. Как выглядят улицы. Я не буду много говорить о истории Краснодара. Расскажу лишь базовые вещи, что этот город был основан Екатериной. Екатериной Великой, Екатериной Второй. Той самой, которая основала Севастополь. Она основала Краснодар в 1793 году. Вот так выглядит город. Это мы движемся к центру. Она основала этот город. Она, по сути, дала землю казакам, которые здесь находились, которые здесь служили. Вот. И эти казаки основали здесь свое, скажем так, укрепление. То есть сначала это было военное укрепление. И потом это все переросло в город. И город назывался до прихода советской власти. То есть до 1920 года, по-моему, этот город назывался Екатерино-дар. В честь Екатерины. Ну, вообще Екатерино-дар, Санкт-Петербург. Очень многие города начали переименовывать. Почему? Когда к власти пришли коммунисты, Ленин, то многие города начали переименовывать, потому что города носили имена царей. Санкт-Петербург или Петроград. Да? В честь Петра первого. Екатеринодар. Потом есть еще город Екатеринбург. Все вот эти города, они были переименованы. Потому что, ну как, Екатерина это царица, а коммунистическая идеология была против царей. Поэтому все города переименовывали. Все города. Ну, не все, многие города. Вот. Мы приближаемся к центру. И вот так выглядит Краснодар. Первое, что мне, друзья, не нравится и что вы можете заметить. Это огромное количество автомобилей в Краснодаре. Огромное количество автомобилей. Узкие улицы. И давайте пройдем вот сюда. Узкие улицы. И очень сложно здесь ходить. Вот сейчас здесь есть тротуар. Но очень часто ты идешь по Краснодару, и ты не можешь идти, потому что, ну, нет тротуара. И на тротуарах очень часто вот как сейчас паркуются автомобили. Поэтому это проблематично. Идти. Просто идти. Ну, здесь нормально. Вот это, это, это вообще отличный тротуар. Второй момент. Это частный сектор. Вообще, Краснодар... Я сразу скажу, что это мое личное мнение. И я не... Я высказываю только свою точку зрения. Поэтому, друзья, это очень субъективно. Но как только я увидел Краснодар, как только я прогулялся по Краснодару, мне пришла на ум фраза большая деревня. Почему большая деревня? Потому что, видите, вот эти дома, да? Это частные дома. То есть, этот дом и эта земля принадлежит одному человеку. Так же, как и этот дом, эта земля. Мы называем это частный сектор. То есть, когда... Вот видите, там многоквартирный дом. А это частный дом. Соответственно, большое количество частных домов это частный сектор. И вот посмотрите, да? Бабушка идет впереди с тележкой. Ей трудно пройти, потому что здесь узко. Здесь очень сложно. Вот как... Как здесь можно пройти? Здесь практически нет места. Но машины паркуются так, потому что, ну, Краснодар это город пробок. Вот. Частный сектор. Вы сейчас увидите карту Краснодара, карту центра Краснодара. Это похоже на, я не знаю, на какую-то клетку. Да? Это сплошная клетка. Такие сектора. То есть, линии. Очень, очень... О, кстати, трамвай. Смотрите, трамвай. Я слышал, что трамвай в Краснодаре это прям такой популярный транспорт. Здесь сохранились трамвайные дорожки. Вот, видите? Вот эта дорога... Вааа! Как шумно! Эти дороги только для трамваев. Видите? Вот эта дорога. Ну, вообще, трамваи это... Это классно. Я думаю, что нужно обязательно развивать... развивать городской транспорт. Не автомобили, а чтобы в городе было комфортно жить, находиться без машины. Так вот, значит, я говорил про Краснодар, что если посмотреть на карту, то ты видишь абсолютно... ты видишь линии улиц. Такие перпендикулярные друг другу. Чем-то это напоминает Васильевский остров в Санкт-Петербурге. Вот здесь будет фотка. Ну и не знаю. Я слышал, что в Нью-Йорке тоже улицы расположены таким же образом. Но надо уточнить у Юли. Она там была, я там не был. Вот, видите, да? Частный сектор. Мы идем к центру, поэтому частного сектора становится меньше. Но если ты находишься подальше от центра, то ты будешь видеть везде частный сектор. И вы скажете, Макс, ну частный сектор, это нормально, это... в чем проблема? Почему тебе не нравится частный сектор? Проблема в том, что из-за, наверное, из-за плохой все-таки, ну, скажем так, ладно, не очень хорошей экономической ситуации и, наверное, из-за того, что в городе нет какого-то глобального архитектурного плана, люди строят... вернее, люди ремонтируют эти дома абсолютно разными способами. Вот видите, там дом такой сиреневый или фиолетовый, да? В одном стиле. Но это тоже кирпичный дом. Вот здесь кирпичный дом, он выглядит по-другому. Еще другой дом будет выглядеть еще по-другому. И часто эти дома в плохом состоянии. Они иногда... ощущение, как будто они сделаны из мусора. Вот, к сожалению, вот вообще заброшенный дом. То есть это очень... это очень как-то ломает тебе мозг, когда ты видишь частный сектор, да? Вот такие маленькие дома в плохом состоянии. И тут же ты видишь вот такой вот большой современный дом. Это просто как два разных мира. И в Краснодаре это... ну, ты видишь это очень часто. Вот этот контраст. Этот контраст. Поэтому Краснодар мне показался таким, знаете, городом очень-очень... ну, таким пестрым. Очень... абсолютно разный стиль. То есть у города нет одного стиля. Здесь просто вот все, что здесь есть, оно выглядит абсолютно по-своему. Нет какого-то... какой-то единой концепции. Какого-то единого архитектурного стиля. Например, если ты в центре Петербурга, то да, ты... ты видишь... ты видишь... кто-то кричит мне из машины. О, мне кричат Салам Алейкум из машины. Ну да, здесь много населения. Много... много людей, которые исповедуют ислам. И поэтому это нормально. Мне крикнули Салам Алейкум. И помахали рукой. Да, Краснодар... вот я остановился на том, что нет единого стиля. То есть в Санкт-Петербурге ты, когда приходишь в центр, ты видишь все примерно в одном стиле. Ну, это понятно, да. Это понятно почему. В Москве... ну... в Москве тоже есть какая-то историческая часть, какая-то новая часть. Есть такие контрасты. Но в целом все равно есть какой-то общий стиль, скажем так. В Краснодаре вообще нет общего стиля. Ну, посмотрите. Вот такое здание. Вот такое здание. И вот такое здание. То есть, ну, это просто вот... такое ощущение, что каждый здесь строит так, как он хочет. Это... это интересно. И я слышал то же самое про людей. Краснодарский край... вообще, Краснодар это столица Краснодарского края. Краснодарский край это юг России. По-другому этот регион еще называется Кубань. Кубань. Кубань... есть такая еще река Кубань. И вообще Кубань это такая территория, историческая территория, где жили, ну, и живут кубанские казаки. Помните, вот эти казаки, которым Екатерина дала землю. Вот. Поэтому это место называют Краснодарский край, еще называют Кубань. Вот. Поэтому Краснодар это столица Кубани. И из-за того, что это столица Кубани, и вообще столица южного региона России, то здесь огромное количество приезжих и разных людей из абсолютно разных уголков России. Просто отовсюду. Ну, и это классно. Это делает город таким пестрым и... и разнообразным. То есть здесь ты можешь, по сути, найти... Вот, смотрите. Это театр драмы. Драматический театр. Вот там впереди. Здесь фонтан, какая-то площадь. Ну, вот так вот. И вот здесь какой-то памятник. Сейчас мы идем по Красной улице. Это главная такая улица Краснодара. Вот здесь находится Мариотт. Мариотт. Дорогой, красивый отель. И напротив Мариотта находится старое, уже разрушенное здание. Я не знаю, почему здание такое разрушенное. Но, в общем, вот этот контраст, да... К сожалению, этот контраст очень характерен для... для Краснодара и для... вообще для многих городов России. Но, на самом деле, я считаю, что это этап. Это некоторый этап в развитии города. То есть, город не может сразу и одновременно стать красивым, цивильным, удобным и так далее. Это все равно некий процесс. И этот процесс идет постепенно, правильно? Поэтому я думаю, что Краснодар сейчас как раз... он начинает развиваться. Но, конечно, еще очень многие здания находятся в... ну, таком довольно плохом состоянии. Это нормально. Я думаю, что это нормально. Вот. Вот, да, Красная улица. Красная улица это главная... ну, я не знаю, наверное, главная улица города. По крайней мере, это туристическая улица. Когда я здесь гулял ночью... я второй раз только гуляю в Краснодаре. Когда я здесь гулял ночью... вот, смотрите, какая-то корпоративная фотография, наверное. Вот. Когда я здесь гулял ночью, то я видел, что эту улицу перекрывают и она становится пешеходной. То есть, здесь нет машин ночью. И люди могут спокойно здесь ходить и гулять. Единственное, я здесь был в начале сентября. Сейчас начало октября. Возможно, эта улица перекрывается только во время туристического сезона. То есть, летом. Ну, и там, может быть, в начале сентября. Потому что в октябре, ну, уже не сезон. Да, туристов уже меньше. Поэтому, возможно, эта улица не перекрывается. Я точно не знаю. Вот, смотрите, граффити. Магазины. Замок сладостей. Ой! Какие-то кофейни. Вот здесь уже начинается такое... такие модные места, где туристы гуляют, где молодежь гуляет. Видите, огромное количество и магазинов, и кафе, и других разных заведений. Вот, давайте посмотрим на этот памятник. Это как раз памятник... О, смотрите-ка, это... Так, что здесь написано? 1888 по 2002. 2002 год. Сей память... сей памятный знак поставлен в честь славных предков наших кубанцев, наследников воинства Запорожского, послуживших русскому художнику Илье Репину. Прототипом героев картины запорожцы пишут письмо турецкому султану. Да, это действительно... вот этот памятник, он копирует практически картину Репина. Картину вы сейчас увидите на экране. И... да, это вот те самые казаки или казаки. Кто-то говорит казаки, кто-то говорит казаки. Ударение можно ставить и так, и так. Вот вы их сейчас видели, как они выглядят. Снова трамвайные пути и старые здания исторические. Вот они очень красивые. Из красного кирпича. Мне очень нравится, как они выглядят. К сожалению, очень часто у города не хватает денег, чтобы отреставрировать старые исторические здания. Особенно, если они не в центре. Ну и поэтому их просто сносят и строят новые дома. Менее красивые, но это дешевле. И это... ну, это выход, скажем так, из ситуации для людей... людям есть где жить, да. Но теряется исторический облик города. Так, давайте перейдем дорогу и пройдем дальше. Здесь в центре тоже будет контраст вот таких исторических зданий. Видите? Смотрите, какая лепнина. Какая красивая лепнина наверху. Вот. Смесь исторических зданий и вот таких вот разных новых. Вот мы подошли к филармонии. Краснодарская филармония. Если вам интересно, то вот эта программа филармонии. Очень много разных концертов крутых. Вот. И вот, кстати, про Екатеринодар. Видите? Екатеринодар. Историческое название этого города. Мы продолжаем наш путь по центру. Памятник какому-то человеку с баяном. Это, наверное, какой-то деятель искусства. И мы продолжаем идти по центру. Центр Краснодара мне нравится. Вообще, что мне... давайте... что мне нравится в Краснодаре? Мне нравится в нем... я уже сказал, что мне не очень нравится. Пробки, много машин, частный сектор, ощущение большой деревни. Ну, и остальные вещи. Что мне нравится. А, что нет архитектурного стиля. Что мне нравится, это то, что это тусовочный... такой туристический и тусовочный город. То есть, здесь нет моря. Краснодар находится не... не у моря. В отличие от Сочи, Анапы или Новороссийска. То есть, это город для людей, которые приезжают именно в город. То есть, скажем так, они при... люди приезжают в город для городских утех. То есть, для того, чтобы тусоваться именно в городе. Ходить в клубы, на вечеринки, в бары, в кинотеатры, в филармонию. Да, то есть, это такая культурная, молодежная столица, я бы сказал. И это прикольно. Мы сейчас живем в Новороссийске. Новороссийск это город на море. И Новороссийск город поменьше. Ну, давайте для статистики. В Краснодаре живет где-то, ну, почти миллион человек. Это достаточно большой город. А в Новороссийске живет, по-моему, менее трехсот тысяч человек. То есть, Новороссийск меньше. И, конечно, в Краснодаре гораздо больше разных мероприятий, концертов. Больше разных театров. Мы смотрели театральную афишу с Юлей, и мы видели, что, ну, в Краснодаре в несколько раз больше спектаклей. Это классно. Вот, кстати, посмотрите. Памятник. Ну, как сказать, это не памятник. Это, наверное, здание администрации. Да, это глава администрации губернатор. А, губернатор Краснодарского края. Понятно. Ну да, это такое обалденное здание еще со времен СССР. Видите, там наверху серп и молот. Написано РСФСР. Да, это то, как называлась Россия во время СССР. Ведь СССР это союз республик, то есть множество республик. И РСФСР это российская часть СССР. Вот. Соответственно, здесь памятник опять кубанскому казачеству. Да. Вот так выглядел казак. Возможно, даже атаман, судя по его шапке. То есть главный из казаков. Главный казак, скажем так. Вот. Потому что у него такая шапка. Ну, может быть и нет. Я еще не погрузился в историю казачества. Но мне интересно. Мне очень интересно. И вот здесь, в центре, наверное, единственное место, где чувствуется размах. Где чувствуется раздолье. Где чувствуется простор. Посмотрите, сколько места. Вообще, в СССР любили так строить. Главное здание, большая площадь, памятники, газон. Это вот такая типичная советская планировка. И это классно. Ну, то есть здесь можно найти и минусы, и плюсы. Но, в общем, мне нравится, как это выглядит. Особенно, когда ты думаешь об этом как об истории. Вот. Действительно красиво. Очень величественно. Величественно. Вот. Ну, и здесь же рядом здание... Кстати, интересно. Я думаю, что это тоже здание времен Сталина. Потому что это очень похоже на сталинский стиль. На тот стиль, который был при Сталине. Вот. Так называемый сталинский неоклассицизм. Но я не уверен. Нужно проверить. Так вот. Мне нравится Краснодар из-за того, что он довольно большой, разнообразный. И здесь ты можешь найти все, что ты хочешь. Любые услуги, любые продукты, любые товары, любые... ну, почти любые концерты. То есть это классно. Много очень мест, где можно посидеть с друзьями. Или вообще послушать музыку. Да просто зайти выпить кофе. Например, в Новороссийске не так много мест, где можно... То есть, нет, там много кофеен. Но хороших, интересных, каких-то креативных кофеен там немного. Вот. А здесь, посмотрите, вот абсолютно прозрачная кофейня. Ну, это прикольно. То есть, видно, что здесь много молодежи в этом городе. Много молодых современных людей, которые... которые делают что-то интересное. Вот, кстати, смотрите, еще один театр кукол. Театр кукол. Кукольный театр. Я говорю, здесь очень много театров. И это классно. Центр города здесь... мне очень нравится. Когда я здесь был месяц назад, когда эта улица была пешеходной, здесь шли толпы людей. Сейчас понедельник, утро, и людей не так много на улице. Но месяц назад, ночью, мы первый раз приехали в Краснодар. И мы были в шоке от того количества людей, которое здесь было. О, дети идут. Может быть, на экскурсию или еще куда-то. Вот, посмотрите, здание Госбанка какое красивое. Вот это вот здание. Не знаю, видно вам или нет. Очень красивое здание со скульптурами. Деревья, какие-то скверы, парки. Очень много... очень много разных интересных мест. Я хочу дойти до памятника Екатерине Второй. Я не знаю, насколько он далеко. Я уже почти... ну, наверное, минут сорок. Сорок минут примерно иду по центру. И еще сорок минут я могу идти в ту сторону по центру. То есть, центр большой. И в центре классно. Мне не нравится на окраине города, но мне нравится в центре. Кстати, посмотрите, это точно такая же машина, как и у меня. Это так забавно видеть свою собственную машину со стороны такого же цвета. Вот, это забавно. Вот, смотрите, часы наверху. Там часы. Это башня с часами. Башня с часами. Здесь опять отель. Конечно, тут миллиарды отелей. Это Хилтон. Вот, Хилтон. Так, зеленый свет. Нужно переходить дорогу. О! Еще какие-то... Еще какой-то памятник. Что это за памятник? Давайте посмотрим. Это ж не собачья глушь, а собачкина столица. Маяковский, Владимир Маяковский. Видимо, Маяковский написал это про Краснодар в 1926 году. Владимир Маяковский был в этом месте, и он написал это. Это же не собачья глушь, а собачкина столица. Собачья глушь, то есть глушь это очень далекое место. То есть, Маяковский имел в... ну, это сложно так перевести. Сложно точно понять, что имел в виду Маяковский. Я не знаю. Это нужно отдельно посмотреть, изучить, что это... Что Маяковский имел в виду, когда это писал. Наверное, есть какая-то история. Ну, вот кафе, террасы. Да, давайте в конце еще чуть-чуть расскажу про климат. Потому что вы видите все зеленое. И здесь встречаются нетипичные для средней полосы России растения. Краснодарский край. Особенно юг Краснодарского края. Особенно места на море. Так, прошу прощения. Историческая справка. Екатеринодар. Дом генерала Назарова. Вот, смотрите. Дом был построен в 1886 году. Вот этот дом, да, 19 век. Вот так вот этот дом выглядит. Красный кирпич. Красиво. Мне очень нравится. Так вот, здесь тепло. Зимой в Краснодаре, ну, бывает снег, но недолго. Недолго. Может быть, один месяц здесь бывает со снегом. И то снег лежит здесь не постоянно. То есть это абсолютно нетипичный для России климат. Здесь достаточно тепло. Поэтому, когда началась пандемия, когда люди начали работать удаленно... Вот еще старый дом. Тоже, наверное, 19 век. Я думаю, что все такие дома... Дома 19-го, ну, может быть, начала 20-го века. Когда началась пандемия, то многие люди поехали в южные города. Особенно в Краснодар. От многих людей я слышал. О, я переехал в Краснодар. Я, там, начал жить в Краснодаре и так далее. Потому что, ну, климат... Если ты можешь работать удаленно, если у тебя нет проблем с работой, то ты можешь жить... Ты можешь жить здесь, в теплом красивом месте. Да? Почему нет? Многие люди в России... Да блин, большинство не любит холод. Если вы думаете, что русские очень любят холод, очень любят зиму, то вы ошибаетесь. Нет, конечно, многие люди любят, но далеко не все. Далеко не все любят зиму и холод. Вот. Ну вот. Итак, я думаю, что мы, друзья, уже на финише. Сейчас мы выйдем на эту площадь. Я не знаю, будет здесь памятник Екатерины или нет. Господи, посмотрите, какое красивое здание. Вау! Просто вау! Это здание построено явно раньше, чем в девятнадцатом веке. Я думаю, что это восемнадцатый век. Я почти в этом уверен. Надо проверить. Это музей. Господи. Да. Бибикать в Краснодарском крае любят. И вообще Краснодарский край это просто... Я не знаю. Это как будто ты оказываешься на дорогах в Азии. Потому что в Азии абсолютно такое хаотичное движение. И в Краснодарском крае тоже водители просто подчиняются каким-то своим законам. Правил дорожного движения для них не существует. Это очень забавно. Ну, вообще, это не забавно. Это опасно. Я... Мне очень тяжело здесь ввести машину. Потому что, ну, в Питере совсем по-другому водят автомобиль. В Питере включают поворотники. Питеры едут медленно, не обгоняют, не перестраиваются так часто из одного ряда в другой. Здесь же, конечно, полное безумие на дороге. Очень страшно в Краснодаре ездить. Вот. Кубанский казачий хор. Хор. А вот памятник Пушкину. Ну, друзья, классная площадь. Это очень красиво. Кстати, библиотека. Это библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина. И, наверное, на нем мы и завершим нашу сегодняшнюю прогулку. Потому что мы можем ходить по центру еще долго. Но должен быть предел у этого видео. Поэтому на Александра Сергеевича мы и закончим. Вот здесь Красноярский суд. А, нет, друзья, мы добрались. Вот, смотрите, вот мы стояли там. Тут памятник Пушкину. И вот мы добрались. Вот здесь находится памятник Екатерине. Мы дошли до него. По-моему, кстати, вот это собор имени Екатерины. Екатерининский собор. Если я ничего не путаю. А вот здесь памятник Екатерине. Давайте туда подойдем и посмотрим. Вот она! Екатерина Великая! Эх! Эх! Ах! Да! Очень-очень-очень интересный исторический персонаж. Эта царица. И она... Вот видите, эта бумага большая. Это как раз указ. Ну, вернее, это грамота от императрицы. То есть, эта грамота говорит о том, что казакам Екатерина дает землю. Это как раз произошло в 1792-м. Ну, и с 1793-го город начинает свою историю. Напишите, что вы думаете о центре Краснодара. Будет интересно почитать ваши комментарии. Понравился вам город? Что вам понравилось? Что вам не понравилось? Напишите обязательно. Мне будет интересно это послушать и почитать. А я с вами прощаюсь. Я думаю, что мы еще обязательно погуляем по Краснодару, друзья. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова